Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Отмену ЕНВД обсуждали и откладывали несколько лет, и теперь этот день настал. Но почти настал. До конца 2020 года всем, кто применяет ЕНВД, нужно определиться, на что переходить. Это касается индивидуальных предпринимателей и организаций. Отмена специального налогового режима в виде ЕНВД и выбор альтернативных режимов налогообложения – это тема нашего сегодняшнего разговора с начальником отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Самарской области Гульнарой Римовной Хасаншиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, приближается конец 2020 года, и вот до конца действия системы налогообложения в виде ЕНВД остается совсем немного времени. Вот что же делать налогоплательщикам ЕНВД? Да, действительно, с 1 января 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, или как сокращенно называется ЕНВД, прекращает свое существование. Как вы правильно сказали, в общем-то, Новый год уже не за горами, и, конечно, основная задача сейчас всех налогоплательщиков, которые в настоящее время еще применяют эту систему налогообложения – определиться с альтернативным режимом налогообложения на следующий год. То есть эту ситуацию нужно принять уже как данность, как новые условия ведения бизнеса, и определить для себя наиболее подходящий режим налогообложения. Ну вот вы назвали слово «альтернативный». Так какие альтернативные режимы налогообложения можно на сегодня выбрать? Ну, все остальные специальные налоговые режимы, так же, как и общий налоговый режим, у нас остаются. Отменяется только система налогообложения в виде ЕНВД. Для организаций и для индивидуальных предпринимателей у нас доступен общий режим налогообложения. Для сельскохозяйственных товаропроизводителей – это система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога. И также для организаций и индивидуальных предпринимателей у нас доступна упрощенная система налогообложения, которую можно выбрать как с объектом дохода, так и с объектом дохода минус расходы. У индивидуальных предпринимателей еще могут выбрать еще два специальных налоговых режима, которые для организации недоступны, а доступны только индивидуальным предпринимателям. Это патентная система налогообложения и налог на профессиональный доход, или так называемый налог на самозанятых. Ну, хорошо. А как же налога на плательщику выбрать, определиться? Вот именно для него наиболее подходящий вариант. Да, в самом деле, для каждого вида бизнеса, для каждого налогоплательщика вообще выбор системы, он является добровольным, но в то же время он определен как условиями ведения бизнеса, так и особенностями каждого бизнеса. Зависит он от количества наемных работников, которые есть у налогоплательщика, от объема получаемого дохода, который он приблизительно в год будет получать, потому что если общий режим налогообложения у нас доступен для всех, то специальные режимы налогообложения, они, так как считаются льготными, для их применения есть свои ограничения, и у каждого режима есть свои особенности. Поэтому для того, чтобы выбрать свой режим, наиболее подходящий для каждого предпринимателя в следующем году, можно даже обратиться к нашему сайту ФНС, где есть такой интерактивный сервис, который называется «Выбор режимов налогообложения». То есть, если туда задать определенные параметры, такие как вид деятельности, количество наемных работников, предполагаемость суммы дохода, сам сервис посчитает сумму налога по разным режимам налогообложения и предоставит его вам для выбора, для того, чтобы налогоплательщик смог выбрать для себя оптимальный. Как это удобно, очень комфортный, самое главное, доступный сервис. Да, абсолютно верно. Да. Ну хорошо, а вот сколько времени еще осталось до выбора режима налогообложения на 2021 год? Год заканчивается, 2021 начинается, а вот когда успеть вовремя предоставить документы, самое главное, куда? Да, в самом деле времени остается совсем немного, потому что для того, чтобы выбрать систему налогообложения на 2021 год и начать применять ее именно с 1 января 2021 года, необходимо подать заявление на получение патента, если это патентная система налогообложения, либо уведомление о переходе на УСН и на ЕСХН до 31 декабря 2020 года. До 31 декабря включительно. При этом, если по общему правилу, для того, чтобы перейти на патентную систему налогообложения, необходимо было подать заявление за 10 дней до начала ведения этой деятельности. Это по общему правилу, которое заложено у нас в кодексе. Но в этом году Федеральная налоговая служба пошла навстречу всем налогоплательщикам, и этот срок продлила. И поэтому даже заявление на получение патента мы в этом году будем принимать до 31 декабря 2020 года включительно. Но учитывая, что 31 декабря, конечно, у нас предпраздничный день, у многих он сокращенный, хотя я думаю, что мы будем работать-то в полном режиме, рекомендуем все-таки до последнего дня не тянуть и определиться системой налогообложения уже сейчас, тем более все условия для этого созданы. Да, хорошо, тем более может быть и сервис перегружен, если будет вот очень большой наплыв таких объявлений. То есть все рекомендуете делать вовремя, верно? Да, лучше даже заранее, учитывая, что, еще раз повторю, что все условия созданы, и выбрать систему налогообложения уже вот можно прямо сейчас. Хорошо. Но что будет все-таки, если налогоплательщик в установленные сроки не заявит о себе, и вот о выборе как раз вот этого специального налогового режима. Да, и самое основное, что нужно для себя уяснить, и хотелось бы донести буквально до каждого налогоплательщика, что в том случае, если вы не подадите заявление в установленные сроки, то есть по общему правилу до 31 декабря 2020 года, то с 1 января 2021 года вы автоматически окажетесь плательщиком общего режима налогообложения, что, в общем-то, предполагает за собой некоторое увеличение налоговой нагрузки, и, соответственно, если этот выбор будет неосознанным, если для вас он будет неожиданностью, это может повлечь за собой, в общем-то, негативные последствия, так как вы будете предполагать, что вы еще находитесь на системе налогообложения в виде ЕНВД, а на самом деле уже не так. То есть все снятие с учета плательщиков ЕНВД в качестве таковых будет происходить в автоматическом порядке Федеральной налоговой службы. От налогоплательщика не требуется никаких заявлений и уведомлений, все мы снимем сами. Соответственно, и в адрес налогоплательщиков никаких писем о том, что вы сняты с учета, уже направляться не будет. И правильный выбор, определенный уже для того или иного вида бизнеса, не будет. То есть все произойдет автоматически и с увеличением налогового времени. Да, поэтому, учитывая, что специальные налоговые режимы у нас льготные, и в том случае, если налогоплательщик хочет этим воспользоваться, имеет право этим воспользоваться, исходя из тех особенностей, которые у нас для каждого режима налогообложения кодексом определены, то, в общем-то, мы рекомендуем им переходить как раз-таки на специальные налоговые режимы, особенно это касается индивидуальных предпринимателей. Ну вот хорошо, все-таки заранее хочу вас спросить, а если все-таки человек не подал такое заявление и не определился, автоматически перешел на режим, то потом, как говорится, назад ход будет или нет уже? Назад ход, вот вопрос такой интересный. В принципе, по общему правилу перейти на УСИН, на общую упрощенную систему налогообложения, можно только с начала года. Поэтому УСИН и ЕСХН, я думаю, он уже перейти на это не сможет. Патент, в принципе, учитывая те изменения, которые у нас внесены на уровне федерации, налоговым периодом в 2021 году у нас будет являться месяц. В принципе, на патентную систему, я думаю, что с любого числа месяца, сначала с февраля, там с марта перейти будет можно. Но опять-таки, январь у вас уже выпадает, если вы не успеваете это сделать до 31 декабря, и за январь уже нужно будет в любом случае отчитаться по общей системе налогообложения. Конечно, поэтому нужно позаботиться заранее. Давайте еще раз напомним, что нужно сделать, куда зайти, какую форму заполнить, чтобы все, как говорится, было комарносо-неподточено. Для того, чтобы оказаться с 1 января 2021 года на упрощенной системе налогообложения с двумя видами объектов налогообложения, либо на системе налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога необходимо подать уведомление о выборе этого налогового режима в налоговый орган по месту своего учета, а для индивидуальных предпринимателей по месту жительства. Для того, чтобы индивидуальный предприниматель мог применять патентную систему налогообложения, он должен подать заявление на получение патента по его выбору в любой налоговый орган. Потому что для выдачи патента у нас действует экстратериальный принцип выдачи патента. И, собственно говоря, патент в любом случае рассчитается тем налоговым органом по месту осуществления деятельности, а выдаваться будет патент тем налоговым органам, в которые индивидуальный предприниматель обратился с этим заявлением. Гульнар Ивановна, скажите, можно ли все это сделать дистанционно, либо нужно ходить, стоять в очереди? Нет, ходить в очереди абсолютно нет никакой необходимости. Все это можно сделать как в виде через почту поработать, отправить соответствующее заявление, либо можно ли через личный кабинет налогоплательщика. Правда, для этого должен быть ЭЦП у индивидуального предпринимателя, либо у юридического лица. Да, ну и, соответственно, можно, конечно, отпустить это в бокс в налоговом органе, если это от вас налоговый орган находится недалеко. Собственно говоря, все способы доступны. То есть все заявления, все формы уже на сайте существуют, только нужно зайти и, собственно, все это проделать. Да, да, абсолютно верно. У нас есть как раз вот сюжет на эту тему, и я предлагаю прерваться и как раз его посмотреть. Пожалуйста. Вы занимаетесь бизнесом и хотите узнать, какой налоговый режим вам подходит? Ответ на этот вопрос вы можете найти в специальном сервисе на сайте налог.ру. Выберите, кто вы – индивидуальный предприниматель, представитель юридического лица или физическое лицо. В зависимости от вашего выбора, сервис предложит вам подходящие налоговые режимы. Дополнительно вы можете указать особенности ведения бизнеса, размер годового дохода и количество наемных сотрудников. От этого также зависит список доступных вам налоговых режимов. Обратите внимание, что налоговый режим «Единый налог на вмененный доход» отменяется с 1 января 2021 года. И если вы его используете, выберите новый режим. Для каждого режима предоставлена информация и подробная инструкция, как на него перейти. Если вы хотите получить более подробную информацию и рассчитать примерный размер налоговых платежей, то воспользуйтесь сервисом «Налоговый калькулятор» «Выбор режима налогообложения». Ответьте на вопросы, введите суммы дохода и расходов, количество наемных работников и расчетный период. Сервис предоставит расчет сумм для каждого режима налогообложения. При этом, если вы используете патентную систему налогообложения, то для расчета налога необходимо дополнительно указать субъект Российской Федерации и муниципальное образование, где планируете вести бизнес, а также вид деятельности и количество наемных работников. Обратите внимание, что сервис рассчитывает налоги по максимальным ставкам, и реальные суммы налогов в конкретном субъекте Российской Федерации могут быть меньше. Сервисы простые и удобные. Пользуйтесь. Продолжаем разговор. Гульнара Римовна, скажите, а сколько у нас в Самарской области налогоплательщиков ЕНВД еще не определились системой налогообложения? Вообще, мы срез практически делаем каждый день, таких налогоплательщиков. Вот около 28 тысяч налогоплательщиков у нас, в общем-то, применяли систему налогообложения ЕНВД в этом году. И где-то около 30% на сегодняшний день, вот по нашим данным, еще не определились. И принимая во внимание, что в основном ЕНВД у нас применяли индивидуальные предприниматели, все-таки как раз таки, обращаясь к индивидуальным предпринимателям, у вас есть еще совсем немного времени, вот эти 30%, о которых я сказала, для того, чтобы вы смогли сами выбрать для себя наиболее приемлемую систему налогообложения. Ну а наш эфир сегодня как раз посвящен вот именно этой теме. Так расскажите, вот именно для индивидуальных предпринимателей совершенно точно, вы сказали, что основная масса плательщиков ЕНВД это именно они. Какую альтернативу готовы им предложить? С учетом тех последних изменений, которые в ноябре месяце были приняты на уровне федерации, на мой взгляд, самым альтернативным режимом для ЕНВД, для индивидуальных предпринимателей является патентная система налогообложения. Потому что с учетом тех изменений, как я уже сказала, она становится практически аналогом для ЕНВД. Но давайте поподробнее тогда расскажем, что это за патентное налогообложение. И вот планируется ли внесение изменений в законодательном, в региональном законодательстве? Да, в самом деле у нас патентная система налогообложения, она регулируется региональным нашим законом, это 117 ГД, несмотря на то, что основные моменты, конечно, у нас прописаны в кодексе. Давайте мы сначала поговорим, какие основные изменения у нас были вынесены на уровне федерации для того, чтобы я могла вот с полной практически уверенностью говорить, что патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей это практически аналог ЕНВД. И так что самое основное, что раньше не было, а сейчас это есть, это то, что плательщики патентной системы налогообложения имеют право уменьшать сумму налога, исчисленной по патентной системе налогообложения, на сумму уплаченных страховых взносов. И, собственно говоря, получается, что если у вас сумма налога, она не велика, об этом я скажу попозже, что, в общем-то, потенциально возможный доход, который у нас установлен на уровне региона, не позволяет нам говорить о том, что сумма патента, она не приподъемная, она очень-очень даже лояльная, то практически учитывая, что индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных работников, имеет право всю сумму налога уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, то может оказаться, что сумма налога к уплате по ПСН будет равна нулю. Если у индивидуального предпринимателя у нас есть наемные работники, то сумму налога можно уменьшить не более чем на 50%. Но с плательщиком ЕНВД это все знакомо, потому что абсолютно так же было и при ЕНВД ранее. А патентная система налогообложения, и, собственно говоря, почему ею многие не пользовались, не предполагала учет никаких расходов. Был определенный момент, когда сумму налога, исчисляемую по патентной системе налогообложений, можно было уменьшить на сумму расходов по ККТ. Вот по аналогии сделали теперь и уменьшение на сумму расходов на сумму уплаченных страховых взносов. Это вот основное изменение. Еще одним из изменений является то, что виды деятельности, по которым может применяться патентная система налогообложения, они у нас ограничены и устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. У нас, как я уже повторяла, это 117 ГД. Но при этом на уровне Федерации были внесены такие изменения, что перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, он намного расширился, уточнился, в том числе дополнился теми видами предпринимательской деятельности, в отношении которых традиционно применялась система налогообложения в виде ЕНВД. Это такие, как ремонт автотранспортных средств, мойка автотранспортных средств, автостоянки, и розничная торговля, и общепит. Причем, если ранее было, что патентная система налогообложения может применяться только в отношении розничной торговли, которая у нас осуществляется в объектах стационарной торговой сети с площади торгового зала до 50 квадратных метров, то сейчас для того, чтобы возможно было предложить патентную систему в виде альтернативы для ЕНВД, эту площадь, ограничение увеличили до 150 квадратных метров. Что тоже очень удобно. Да, что тоже очень удобно и позволяет большому числу налогоплательщиков воспользоваться этой системой налогообложения. Теперь, что касается регионального закона. Вчера в Самарской Думе был принят в двух чтениях изменения в наше региональное законодательство 117 ГД, которое, в общем-то, практически ретранслирует те изменения, которые у нас приняты на уровне федерации. То есть перекладывают это все на уровень региона. В ближайшее время этот закон у нас вступит, будет подписан и должен вступить в силу с февраля 2021 года. Ну, учитывая, что вот сейчас уже конец декабря, по правилам вступления законов, регулирующих налогообложение, он может вступить в силу не ранее первого числа очередного налогового периода, и это будет 1 февраля 2020 года. Но, опять-таки, на уровне федерации было принято такое решение, учитывая, что как раз-таки региональные законы уже предполагалось, что могут не успеть вступить в силу именно с 1 января 2021 года, было принято такое решение, что тем налогоплательщикам, которые в четвертом квартале 2020 года применяли систему налогообложения в виде ЕНВД по четырем видам деятельности, это такие, как стоянки, ремонт и мойка автотранспортных средств, розничная торговля, общепит с площадью торгового зала от 50 до 150 квадратных метров, им предоставлено право получить патент и до вступления в силу регионального закона по той базовой доходности, которая у нас заложена в законе 373 ФЗ. И, собственно говоря, этот патент можно получить на три месяца. После вступления в силу регионального закона его можно будет продлить уже по той потенциально возможному доходу, который у нас заложен в региональном законе, но сейчас они могут его получить по той базовой доходности, еще раз повторюсь, которая заложена на уровне федерации, причем эта базовая доходность практически повторяет тот доход, который у них был при ЕНВД, он очень похож, и, собственно говоря, увеличение налоговой нагрузки там никакой не будет. То есть, слушая вас, я понимаю, что особо сильных новшеств, в общем-то, нет. Ухудшающих положений практически нет. Есть только те новшества, которые улучшают положение налогоплательщиков, и более того, позволяют им выбрать патентную систему налогообложения в виде альтернативы для ЕНВД. Какие-то ограничения все-таки существуют? Да, все-таки патентная система налогообложения у нас, она не предназначена для крупного бизнеса, поэтому есть ограничения. Для применения патентной системы налогообложения индивидуальный предприниматель не должен иметь более 15 человек наемных работников. Но причем при этом учитываются именно те работники, которые заняты в видах деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. И еще одно основное ограничение – это то, что годовой доход не должен превышать 60 миллионов рублей. И, собственно, именно для того, чтобы проконтролировать вот эту сумму, у индивидуального предпринимателя сохраняется обязанность введения книги учета доходов. Но вот все-таки от чего зависит стоимость патента и самое главное, как вот ее рассчитать? Стоимость патента, во-первых, зависит от видов деятельности и от устанавливаемого как раз-таки законом региональным потенциально возможного дохода по каждому виду деятельности. Ну, так как закон написан, вот скажем так, не вот сильно простым языком, самый удобный способ приблизительно рассчитать стоимость патента на год – это, опять-таки, воспользоваться нашим сайтом ФНС, на котором у нас расположен налоговый калькулятор расчета стоимости патента. И, собственно говоря, этот сервис вам рассчитает сумму налога по вашему виду деятельности. Именно с учетом нашего регионального закона она рассчитает, и вы сможете понять, какую сумму вы приблизительно будете уплачивать в год. Но при этом, когда вы пишете заявление на получение патента, вот многие этот вопрос задают, нужно ли мне сразу указывать сумму, которую я рассчитал? Нет, в заявлении на получение патента указывается только вид предпринимательской деятельности. Если налоговый орган сам все вам рассчитает, потом выдаст заявление, ой, не заявление, а патент уже с суммой налога. И сам этот расчет налогового калькулятора нужен только для того, чтобы вы приблизительно понимали, какую сумму в год вы должны уплатить, и более того, еще понимали, что всю эту сумму, которую вам рассчитали, вы имеете право уменьшить на сумму страховых взносов, о чем мы уже говорили ранее. Ну хорошо, в связи с отменой ЕНВД внесены ли какие-то, может быть, изменения по упрощенной системе налогообложения? Да, принимая во внимание, что ряд налогоплательщиков у нас все-таки воспользуется и упрощенной системой налогообложения, также на уровне федерации были внесены, опять-таки, улучшающие положение налогоплательщиков и изменения с тем, чтобы большее количество налогоплательщиков могли воспользоваться и упрощенной системой налогообложения, тем более она доступна и для юридических лиц. А так, основным изменением является то, что фактически подняты предельные размеры для того, чтобы налогоплательщик мог оставаться на упрощенной системе налогообложения. То есть раньше, если у налогоплательщика доход превышал 150 миллионов рублей, либо количество наемных работников превышало 100 человек, он считался утратившим право на применение упрощенной системы налогообложения и сразу получалось, что он находится на общей системе налогообложения. Вот федеральным законом еще в июле месяце были внесены изменения, что с 2021 года фактически эти предельные размеры, они подняты. Получается, что в том случае налогоплательщик утрачивает право на применение УСН только в том случае, если у него доходы превысят 200 миллионов рублей, либо средняя численность работников превысит 130 человек. Но в тот период, когда вот это незначительное превышение у него состоялось, именно начиная с этого налогового периода, он будет уплачивать налог по немного повышенным ставкам. То есть вместо 6% при объекте доход он будет уплачивать налог 8%, при объекте доход минус расход вместо 15% 20%. Но это повышение ставок будет касаться только того периода, когда у него будет вот это вот незначительное превышение. А об этом заявлять нужно где-то, либо это все автоматически будет рассчитываться? Нет, это все будет рассчитываться налоговой декларацией. Все ясно. Хорошо. Какая категория налогоплательщиков может применять специальный налоговый режим? Вот как раз налог на профессиональный доход. Не забудем про эту категорию. Да, не забудем про эту категорию, потому что налог на профессиональный доход могут применять как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. В общем-то он был, этот налог у нас введен для тех самозанятых граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые производят какую-то свою собственную продукцию, либо оказывают какие-то услуги, выполняют какие-то работы, как и для юридических, так и для физических лиц, самостоятельно, не привлекая никаких наемных работников. Самое основное ограничение, что сумма дохода у них за год не должна быть более 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. Теперь немножко останавливаюсь на тех особенностях, которые касаются индивидуальных предпринимателей. Раз уж мы говорим о той категории, которая у нас переходит с ЕНВД. Часть налогоплательщиков, если у них нет наемных работников, они также могут перейти и на налог на профессиональный доход. При этом в том случае, если индивидуальный предприниматель у нас является плательщиком налога на профессиональный доход, в период применения НПД он не будет в обязательном порядке уплачивать страховые взносы, как в пенсионы, так и в медицинское страхование, они могут им уплачиваться в добровольном порядке, но обязанности уплачивать у нас нет. Из основных ограничений это то, что эта система для розничной торговли не подходит. Все-таки этой системой могут воспользоваться только те, кто производит товары собственного потребления. Гульнара Римовна, заканчивается наше время. Хочу предоставить вам заключительное слово. Давайте подведем итог нашему сегодняшнему разговору, о чем стоит помнить и не забыть тем предпринимателям, тем юридическим лицам, которые еще не успели подать заявление в связи вот как раз с изменением налогового режима в виде ЕНВД. Пожалуйста. Самое основное, что нужно сделать сейчас тем налогоплательщикам, которые еще не определились с выбором системы налогообложения на следующий год, это, конечно, с ней определиться. Если вы соответствуете условиям для применения специальных налоговых режимов, необходимо подать соответствующее заявление либо уведомление в налоговый орган не позднее 31 декабря 2020 года. Ну и ваши специалисты всегда помогут, как и по телефону проконсультируют, так и сайт у вас очень информативный, также поможет определиться тем, кто еще не сделал свой выбор. Верно? Абсолютно верно. Можно обращаться как к нам в управление, так и в налоговый орган по месту вашего учета. Но позаботьтесь, пожалуйста, о своем бизнесе, потому что, конечно, в первую очередь, это нужно вам, уважаемые предприниматели. Спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!